Концепцию развития населенного пункта старались подготовить с учетом мнения каждого жителя. Около первого КПП, так годами здесь называли въезд в городок, хотят разместить торговый кластер. Для жителей нашего городка, для тех, кто приезжает в наш городок, также там должны размещаться ряды выходного дня. Мы все это обсудили, что-то будет перенесено с нашего центрального рынка, кто-то придет вновь. Люди одобрили, согласились. Сделать предстоит очень многое. Восстановить объекты ЖКХ, инженерные сети, провести в нормальное состояние дворы, дороги, социальные объекты. Но больше всего жители рады тому, что в населенном пункте появится современный детский сад. Это самый первый, самый злободневный, наверное, наш объект – это наш детский садик. Как уже рады воспитатели, которые будут работать в нормальных условиях труда, это уже вообще не передать словами. Реконструкция гарнизонного дома офицеров и здания музея, строительство фока и водозаборного узла, ремонт школы и поликлиники. Власти всерьез занялись наследием Минобороны. Сегодня это можно делать официально. Хочу передать, Андрей Робертович, вам приказы, которые Сергей Кожугеевич подписал. И теперь мы, региональные и муниципальные власти, имеем полные юридические законные права работать на территории. Жители до сих пор не верят своим глазам. Исчезают ямы, появляются бордюры и асфальт. Проводится благоустройство около 12-го дома. Но не только новый городок нуждается в переменах. Еще 58 бывших военных частей, а в них сейчас живет более 200 тысяч человек, требуют больших денежных вложений. Мы выделили 4 миллиарда не только на 2016 год, но еще сопоставимую сумму на 2017 и на 2018. Потому что за один год то, что не делалось два десятка лет, сделать невозможно. Даже если ты волшебник или наполовину волшебник, тебе нужно время. Поэтому мы идем вот таким темпом, 3 года мы должны провести масштабную реконструкцию. План развития будет составлен для каждого военного городка. В этом властям помогут уполномоченные, ответственные и неравнодушные люди, которые любят свои населенные пункты. Сейчас за этими школьными дверями проходит совещание губернатора с уполномоченными от 58 военных городков по всей Московской области. Оно носит символическое название «Перемена к лучшему». В новом городке они уже начались. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин